Привет! Начинаем цикл уроков по программированию на языке C-Sharp под Unity. Вообще уроков по Sharp очень много, особенно по чистому языку, без привязки к Unity. Достаточно уроков и по программированию на Sharp под Unity. Есть даже уроки на русском языке. Однако вот последних совсем немного, и мне они не очень понравились. Поэтому решил записать свои. Надеюсь, они вам понравятся. Для начала рассмотрим, каким образом вообще можно создать скрипт. Простейший способ, так же как вы создаете в Unity любой объект. Щелкнуть правой кнопкой мыши в окне проекта и выбрать создать C-Sharp скрипт. По умолчанию Unity называет его New Behavior Script. В инспекторе вы увидите превью этого скрипта. Откроем созданный скрипт в редакторе. Двойной щелчок по большинству ассетов, которые знакомы Unity, открывает программу, связанную с этим типом файлов. Например, у меня при щелчке на текстуре, картинке типа JPG, открывается просмотрючек картинок Windows. При щелчке на картинке типа TGA, открывается Photoshop. Точно так же при двойном щелчке на скрипте открывается редактор, который связан с файлами C-Sharp. По умолчанию с Unity поставляется MonoDevelop. Он бесплатный и нет необходимости дополнительно что-то устанавливать. Я же предпочитаю программировать в Visual Studio. Что использовать, решать вам. Некоторые пишут программы даже в балкноте или продвинутых его аналогах. Чтобы указать, какой редактор использовать, открываем Edit, Preference, External Tools. И вот здесь выбираем MonoDevelop, Microsoft Visual Studio или другие. MonoDevelop и Visual Studio Unity находят сама, а другой вам придется указать вручную. В редакторе мы видим скрипт, имеющий то же название, которое ему дала Unity. В большинстве случаев это имя не подходит для нашей работы. Вам нужно его переименовать. Назовем его Lesson1. Сохраним изменения. И перейдем в Unity. Здесь мы видим, что в Unity появился некий значок, который показывает, что Unity компилирует измененные нами файлы. Любой скрипт, созданный вот таким вот способом, каким мы создавали наш, представляет собой компонент Unity. С компонентами вы наверняка уже неоднократно встречались. Все, что вы навешивали на игровые объекты, это компоненты. Коллайдеры, Rigidbody, даже Transform. Все это компоненты. Все компоненты внутри самой Unity, это точно такие же скрипты, как тот, что мы создали только что. Ну, конечно, они несравнимо сложнее, чем наш. О чем все это говорит? А о том, что наш скрипт мы тоже можем назвесить на объекты и сцене. Попробуем это сделать. Добавим к сцене объект кубку. И попробуем перетащить наш скрипт на этот объект. Опа! Появилась ошибка. Сразу небольшое отступление. Не пугайтесь ошибок, без них не бывает. Что делать при восстановлении ошибки? Ну, первым делом надо прочитать, что пишет программа. В данном случае в ошибке написано, что Unity не может добавить скрипт, из-за того, что класс скрипта не может быть найден. Далее Unity подсказывает, что нужно проверить. Нет ли ошибок в нашем скресте? И совпадает ли имя файла скрипта и имя класса? Ну, что такое класс и как с ним работать, мы узнаем чуть позже. Сейчас же мы узнали, что имя файла скрипта и имя класса для C Sharp скриптов обязательно должны совпадать. Те, кто повнимательнее, наверное, уже заметили, что в Unity до сих пор отображается старое имя, а не то, которое мы дали в редакторе. Мы в редакторе изменили имя класса, а имя файла осталось старым. Исправляется это изменением имени файла. Изменить можно в самом Unity, в редакторе скриптов или даже просто средством Windows. Но проще сразу при создании нового скрипта переименовывать файл так, как нам нужно. Тогда Unity сама назовет класс, так же, как вы назовете файл. Продемонстрируем это. Удалим скрипт. И создадим его заново. Только теперь уже сразу назовем его так, как нам надо. Lesson 1. Смотрим в инспекторе. О, он назван как нам, сам класс назван именно так, как мы хотели. Lesson 1. Пробуем навесить этот файл скрипт на кубт. Получилось. Видим, что в инспекторе у куба появился новый компонент. Скрипт с нашим названием Lesson 1. Пока скрипт ничего не делает и никаких новых функций кубу не придает. Посмотрим на наш скрипт внимательнее. Основная часть скрипта это класс. Что такое класс? Это описание некой сущности. Например, может быть класс собака. В классе перечисляется, какие свойства есть у собаки и какие действия она может делать. Например, свойства. Рост, вес, кличка, порода. И действия. Лаять, есть, спать, вилять хвостом. Все эти свойства и действия присущи любой собаке. То есть класс это не конкретная собака. Это именно описание любой собаки. Для того, чтобы получить конкретную собаку с конкретной кличкой и породой, нужно создать экземпляр класса собака. Создать экземпляр можно несколькими способами. Один из способов. Класс, который является компонентом, навесить на объект в сцене. Тогда при запуске игры, Unity создает для нас экземпляр этого класса. К уже сказанному мы будем еще возвращаться. Но уже сейчас хорошо бы запомнить отличие собственного класса от экземпляра класса. Написав класс, вы напишите только описание некой сущности. Если вы не навесьте созданный класс на обе сцены, или не создадите каким-либо иным способом экземпляр этого класса, ваш класс будет лежать мертвым грузом. Рассмотрим наш класс. Первое слово. Паблик. Уже из этого самого слова можно понять, что оно значит. Это значит, что наш класс публичный. Доступ к нему будет из любого места программы. Это слово называется модификатором доступа. Какие могут быть еще модификаторы? Приватные и внутренние. Приватных классов не бывает. Этот модификатор используется для членов внутри класса. А с внутренними классами вы будете сталкиваться, если будете разрабатывать библиотеки, которые можно использовать не только в одной программе, но и в разных программах и играх. Дальше идет зарезервированное слово класс, чтобы показать, что мы сейчас будем описывать именно класс, а не что-то еще. Дальше идет имя класса Лесса. То, что мы видим дальше в первой строчке класса, относится к наследованию класса. А наследовать ней мы поговорим попозже. Сейчас нужно только знать, что все то, что есть в классе, во внутреннем классе Unity с именем MonoBehaviour, будет также и в нашем классе. В этом классе MonoBehaviour есть очень много всего, и мы не написав практически ни строчки кода, можем спокойно использовать все то, что там есть в нашем скрипте. Последний символ этой строки скобка. Вообще фигурные скобки ограничивают некий блок кода. В данном случае они ограничивают весь наш класс. На следующей строке располагается комментарий. Комментарий это не программа. Он пишется не для компьютера, а для программиста. Даже для вас. Если вы через пару лет откроете ваш скрипт, то благодаря комментариям вы сможете гораздо легче понять, что он делает. Вообще комментировать программу это правильно. Что писать в комментарии? Ну, не нужно писать то, что и так понятно без них. Например, не нужно писать прибавляем единицы к счетчику. Со временем вы сами поймете, что писать в комментариях. Комментарии бывают двух типов. Однострочные и многострочные. Однострочные начинаются с двойной косой черты и заканчиваются в конце той же самой строки. Многострочные начинаются с дроби и звездочки. И заканчиваются тоже звездочкой и дробью. Окончание может быть в любом месте того же файла. Если мы неверно закроем многострочный комментарий, мы получим ошибку. В данном случае Visual Studio сразу показывает эту ошибку. Но часто такого не бывает. И ошибка в странице видна только после компиляции в Unity. Посмотрим, что нам скажет Unity на эту ошибку. Сохраним файл и перейдем в Unity. Внизу мы видим текст, выделенный красным. Таким образом, Unity показывает нам, что в крипте есть ошибка. Чтобы узнать поподробнее, в чем ошибка, нужно открыть окно консоли. Это можно сделать просто щелкнув по строке ошибки. Или можно открыть окно консоли из меню Windows. Консоль. Двойной щелчок по строке ошибки в главном окне или в консоли откроет редактор скрипта на той строке, в которой Unity нашла ошибку. Что делать, если у вас ошибка, вы уже знаете. Первым делом нужно прочитать, что в ошибке. Часто этого бывает достаточно. Если вам это не помогло, можно скопировать текст ошибки и поискать в интернете, что пишут по этому поводу на форумах. Ну, если вы и там не смогли отыскать решение, задавайте вопрос на вашем любимом форуме или в группе по созданию игр на Unity. В данном случае Unity выдала пару ошибок. Читаем все. Ищем ту, которая наиболее понятна. В верхней ошибке написано. Найден конец файла, а ожидалась звездочка с дробью. Ну, понятно, что мы не закрыли многострочный комментарий. Исправим это и проверим. Сохраняем. И видим, что в Unity ошибка пропала. Итак, в этом уроке мы узнали, как создать скрипт в Unity, как привязать редактор скриптов к Unity, где в Unity посмотреть подробное описание ошибок. Чуток затронули, что такое класс. Узнали, какие бывают в C Sharp комментарии. В следующем уроке мы узнаем, как же в классе можно задать свойства, то есть сущности, которую этот класс описывает. Мы узнаем о переменных в C Sharp. До встречи.